Здарова, народ! Сегодня мы с вами поговорим о таком простом, но на самом деле практически самом действенном упражнении на развитии пальцев левой руки. Особенно это будет полезно новичкам, которые только-только начали играть, либо таким, так сказать, уже начинающим играющим. Так, что мы с вами здесь делаем? Мы находимся на пятом ладу, вот здесь. Вообще, на самом деле, это упражнение, оно в разных видах существует, смысл там очень простой. Я вам покажу, в каком виде оно у меня, так скажем, содержится. Итак, что мы делаем? Мы по очереди играем пальцами левой руки. Первый и второй для начала. И здесь мы с вами играем в правой руке переменный штрих. Если вы совсем новичок, вот даже если вы просто купили гитару в магазине, привезли домой и вообще еще даже на ней ни разу не играли, вы уже можете начинать это упражнение, пробовать играть. Не обязательно переменным штрихом в правой руке, да? А просто даже в одну сторону. Но для тех, кто уже такой начинающий, играющий, то лучше, конечно, играть его туда-сюда. То есть вниз-вверх, вниз-вверх. Что мы делаем? Оно простое очень. Мы берем первых два пальца. Первый, второй. Кладем на пятый, шестой лад. И просто по очереди играем их вертикально. Вот так по вертикали. Тут главное, чтобы вы просто играли пальцами, чтобы вас просто пальцы перебирали. То есть это именно такое упражнение, просто для того, чтобы заставить вообще работать ваши пальцы, чтобы просто у вас что-то уже начало начинаться, так скажем. Конечно, если вы уже играете, более-менее у вас там поставлена левая рука, то вы можете его более правильно выполнять, это упражнение. Но если вы прям совсем с нуля, пробуйте хоть кое-как, но пробуйте. Так, итак, мы с вами играем пятый, шестой лад. С шестой по первую струну. Давайте я буду помедленнее играть. Мы с вами доиграли до шестого лада. Теперь мы играем третьим и вторым пальцем назад уже, по седьмому-шестому ладу. Мы с вами, видите, да, доиграли до шестого лада второй палец. Теперь мы с вами играем третий палец и мизинец четвертый. Седьмой-восьмой лад вертикально тоже до первой струны. И из-за того, что третий-четвертый пальцы у нас такие самые проблемные, я обычно дублирую вот эти пальцы и играю еще назад тоже третьим и четвертым. Только нам нужно их подвинуть, чтобы у нас это все сложилось в такое, в одну такую красивую секцию. Так, мы их подвигаем вот сюда на девятый-восьмой лад, и с мизинцем начинаем играть уже сюда, до толстых струн. Так, сыграем целиком. Соответственно, мы с вами можем прибавлять скорости. То есть, видите, да, мы туда идем пятый-шестой лад. Дошли, меняем пальцы и играем назад уже седьмой-шестой лад, третий палец, второй. Так, до суда дошли, меняем пальцы. Третий-четвертый, играем туда седьмой-восьмой лад. Дальше делаем как бы слайд, сдвигаем, и с девятого, девятый-восьмой лад играем назад. Вот такое вот упражнение. Совсем не обязательно делать его с метрономом, потому что оно на другой заточено. Оно просто заточено на то, чтобы ваши пальцы начали вообще шевелиться. То есть, для тех, кто уже более-менее играет, это может быть просто такое разминочное упражнение, просто разминочка такая. А для тех, кто только-только взял в руки гитару, то есть, это может быть таким конкретным упражнением, которое прям можно посидеть дома и подолбить прям так, конкретный вечерок. Но не забывайте отдыхать. Давайте же еще раз его согранем. Если вы уже освоили его чуть-чуть, то можно его усложнить. Мы сюда добавим небольшую секвенцию. Так, смотрите. Шестая, пятая, четвертую струну мы играем. Теперь мы назад отодвигаемся на одну струну и играем пятую, четвертую, третью. Опять назад. И играем четвертую, третью, вторую. И третью, вторую, первую. То есть, играем по три струны, отодвигаемся на одну назад, еще три струны. Назад. тем самым мы с вами добавляем возвратное движение сюда да на струну выше а это уже немножко тяжелее то есть для пальцев это уже больше работы поэтому это уже как бы прогрессивная такая часть так в обратную сторону абсолютно все то же самое 1 2 3 2 3 4 и так далее да то смотрите теперь со второй теперь с 3 поняли да то есть по 3 так давайте сыграем теперь полностью все целиком вот такое упражнение так давайте еще раз пройдемся медленно в обратку так меняем пальцы опять туда и обратно что ж вот такое упражнение практически нет ему аналогов вот так вот она выглядит казалось бы просто но тем не менее она реально работает если посвящать этому ну не знаю ну какое-то время то есть как я уже говорил для тех кто играет это может быть просто такой разминкой а для начинающих это может быть полноценным упражнением который можно погонять где-то наверное даже не знаю ну прям даже вечерок может быть погонять но надо отдыхать то есть если вы поиграли чувствуете что уже пальцы никакие все там поиграть какие-то аккордики либо минутки две посмотреть что нибудь там я не знаю какое-то видео и опять приступайте то есть не нужно перенапрягаться потому что здесь у нас 3 4 палец мизинец если вы начнете играть только только то у вас будут проблемы с третьим четвертым пальцем соответственно да то есть если вы только-только взяли будете играть все сверху вот так потом когда пойдете назад вот допустим мизинцем и третьим третий палец у нас в этом плане самый-самый такой проблемный можно сказать поэтому уделяйте внимание качеству этого упражнения что же до следующих видео пока